Для меня что такое IT? Это, наверное, все-таки хобби, переросшее в работу, потому что началось это для меня все в глубоком детстве, когда компьютеры вообще мало у кого были, и чтобы какие-то там дети имели доступ до какого-то там компьютера, стоящего еще и у них дома, ну это были крайне редкие случаи. Но мне повезло родиться в очень уникальном месте, то есть кроме того, что я живу в Новосибирском Академгородке, где вообще говоря в 80-е и 90-е уже было все впереди планеты всей, по крайней мере всего Советского Союза, то то, что там происходило уже непосредственно на той улице, где я жил, в том дворе, где я жил, это было вообще уже за гранью добра и зла, об этом можно было только мечтать. Об этом я, правда, тоже уже очень много рассказывал, ну вкратце суть такая, да, что у нас был такой двор детей-программистов, не детей-программистов, а был двор программистов, у которых были дети, и я был один из них. Здесь находится центр и такое начало Сибирского отделения Российской Академии Наук и огромная куча институтов всех возможных направлений. И вот в Яфе работал мой отец, там где-то в институтах математики, в институтах автоматики работали отцы моих друзей, матери моих друзей. И вот мы в одном дворе собрались такие шкиты, когда ни у кого еще компов не было, а у нас они были почти у всех. Лично у меня не было, но это не была проблема, потому что к кому бы из друзей в гости я не пошел, там обязательно был ПК, которым родители разрешали пользоваться. То есть это был ПК, предназначенный для каких-то своих рабочих задач родительских, но мы там что-то делали. И вот тут сыграла роль вот эта маленькая специфика того, что это были именно компьютеры местных программистов. Это были 300, 200, иногда 486 компы, как правило с DOS, гораздо реже с Windows 3.11. Никакой Windows 95 тогда не было, это было начало 90-х, она еще просто не существовала. И там стоял рабочий софт родителей и в лучшем случае какой-нибудь Microsoft Quick Basic, который шел в комплекте с DOS. То есть он был просто потому, что когда вы устанавливаете DOS, он у вас просто есть. И игр туда не ставили, эти компы были для совсем другого. Типа, ну если ты хочешь, маленькая чада, позаниматься компьютером, пожалуйста, на, вот только диск C не форматируй, а все остальное, пожалуйста. Только там игр нет, но если ты найдешь чем заняться, займись. И каждый из нас так или иначе открывал для себя Microsoft Quick Basic. И не было для нас более интересного развлечения, чем программирование. Мы тогда еще даже в школу не ходили. Вот для меня такое активное знакомство с программированием на Basic началось примерно в 6 лет. И мы тогда очень стремительно в этом вопросе развивались. То есть мы еще от руки писать не умели. Ну, в общем, были шкиты, как таковые. Но свои первые компьютерные вирусы мы писали уже тогда. А потом началась школа. Разные мои друзья пошли в разные школы. Ну, почти у всех была информатика с первого класса. А я пошел в школу, и у меня информатика, как выяснилось, начиналась только с седьмого класса. Я очень сильно расстроился. Ну, колледж дал мне другое. Он дал мне хороший английский язык и еще кое-что. Поэтому, в общем, я не то чтобы многое потерял, но программистом я не стал, соответственно. То есть с большой задержкой и таким недопрограммистом. Они, в свою очередь, у которых программирование началось с первого класса, сейчас возглавляют и конторы, или как минимум отделы какой-то разработки и так далее. В общем, они все, все мои друзья, которые жили со мной в этом дворе, как раз в этой теме очень серьезно развились. Так что для меня IT, это была практически вся жизнь, открывшаяся для меня вроде бы случайно, но я понял, что мне в жизни вообще больше ничего не надо. Ну и потом, потом просто началось взросление, и надо было свои хобби как-то монетизировать. Люди, увлекающиеся автомобилями, идут работать на СТО. Люди, которые увлекались рисованием, пытаются идти в дизайн, в оформительство и так далее. Ну а люди, которые играли в компьютер все детство, но не в игры, а именно в какое-то прикладное программирование, занимаются этим. Поэтому, накопив определенный опыт, я просто решил, что надо бы развиться в эту тему. Ну, закончилась школа, я пошел в институт, понял, что это фуфло полное, что меня там ничему не научат. И вместо этого поехал в Москву. Это как раз был район двухтысячной винды, популярности двухтысячной винды, о чем я только что говорил. И я приехал в Москву, открыл там для себя Unix, то есть увидел случайно практически. Я Linux до этого уже знал, но как-то не воспринимал его всерьез. А потом я увидел, насколько, оказывается, набирающие обороты интернет, которым я болел, но тоже не очень представлял, что это, знал о нем только из литературы. Оказывается, весь интернет работает на Unix, и если хочешь влиться в эту тему, придется эту тему изучать. И мне сразу дали FreeBSD, установочный диск, болванку. А FreeBSD, как вы знаете, это система, которая сама ничего не делает. Ты ее устанавливаешь, получаешь голую консоль, и чтобы там добиться какой-то графики, надо еще очень сильно поколдовать. А сначала ты настраиваешь сеть без графики, ты настраиваешь звук без графики, ну и так далее, и так далее. И вот из-за того, что мой путь был вот такой, я достаточно быстро разобрался в этой теме. И уже через полтора года после того, как впервые услышал о FreeBSD, начал уже в рамках собственного индивидуального предпринимательства оказывать сервисы на базе этой системы. Вот так и пошло-поехало. Ну а потом я вернулся к себе в Новосибирск, уже имея весь этот опыт, и меня сразу взяли руководителем отдела системной интеграции, только что открывшимся в одном из местных, ну скажем так, хочется сказать, системных интеграторов, но они тогда еще таковыми не были, потому что только открылся отдел. И просто контора, которая до этого строила сети, и вообще занималась, может быть, даже слаботочкой, не связанной с компьютерами, внезапно решила стать системным интегратором, то есть продавать, не просто продавать компьютеры, продавать серверы, а создавать законченные решения. Им нужен был человек, который более или менее разбирается в каждой из этих областей, хотя бы по чуть-чуть. Ну вот так я им и стал. Но довольно быстро я понял, что работа руководителем, это в основном бумажки. Бумажки, печати, подписи, телефонные разговоры, это неинтересно. И поэтому с такой достаточно интересной должности я просто пришел в первого попавшегося интернет-провайдера, к которому я тогда был подключен, и сказал, я вот руковожу отделом системной интеграции, мне это не нравится, возьмите меня младшим системным администратором. И меня взяли. Было на самом деле немножко не так, они сами ко мне обратились, сами меня позвали, сами предложили, и я согласился. Но суть одна, то, что это был такой дауншифт, который был нужен для того, чтобы вернуться к тому, чтобы руками делать то, что нравится. И мне кажется, вот я никогда к этому не перегорю. Просто на мой век инноваций, которые будут меня увлекать, хватит. И мне трудно вам посоветовать, как именно не перегореть. Если у вас это началось, то мне кажется, что это, видимо, ну, область какая-то, может быть, не совсем ваша, может быть, поискать себя где-то в чём-то ещё. Потому что у меня никогда не было такой проблемы. Второй вопрос. Программированием занимаешься? Если да, то какие языки любишь? Баш? Ну, баш – это не язык программирования. Я люблю диалекты бейсика. Как-то так в жизни случилось, да, что я на нём вырос. Все нормальные люди потом пошли учиться программированию и учили C. А я как-то так и остался программировать на бейсике. Когда мне перестало его хватать, я перешёл на VB. ВB, то есть на Visual Basic 6, даже 5. Потом перешёл на 6. Потом, когда стало не хватать его, перешёл на VB.NET. Потом, когда случился Linux, я долгое время не программировал, но потом появился в моей жизни GAMBUS, и это вообще изменило всё. Пишу до сих пор на нём. То есть это бейсик, который исполняется с такой скоростью, что нет смысла изучать C, скажем, ради того, чтобы программы быстрее работали, и они не будут быстрее работать. И функциональные возможности там сумасшедшие. И это до сих пор нестабильный ещё диалект, потому что он активно разрабатывается, продолжает развиваться, у него периодически меняется синтаксис, но ничего, привыкаем, заполняем вообще всё, что угодно можно делать. Меня вообще ничего не ограничивает. То есть я пишу на нём как графические приложения для Linux, так и консольные приложения для FreeBSD, язык 1, компилятор 1, крайне удобно. В общем, вот. Хотя это, конечно, ламерство всё по большому счёту, и любой серьёзный программист так скажет, но я прям не испытываю никаких ограничений по этому поводу. У меня просто нет мотивации куда-то развиваться.